Дорогие наши телезрители и радиослушатели, в эфире программа «Геван» и я, ее ведущая, Наталья Сметанина. Мы работаем в прямом эфире, с нами работают режиссеры прямого эфира Мария Новгородова и Николай Слепцов. Сегодня день танца, и у нас сегодня в гостях замечательный человек, отдавший танцу всю свою жизнь, Любовь Алексеевна Никитина, художественный руководитель народного ансамбля танца «Гулун». Здравствуйте, Любовь Алексеевна. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие телезрители. Любовь Алексеевна, я искренне поздравляю вас с замечательным днем, с днем танца. Знаю, что танец для вас самый главный мотив в вашей жизни. С танцем вы с рождения связаны. Расскажите, пожалуйста, о себе, откуда вы родом, кто ваши родители. Ну, я родом с Верхоянского улуса. Там есть маленькая деревня, ну, мы говорим поселок, но далеко не поселок, поселок Баранук. Я там родилась, по сей день там мои сёстры живут, и старший брат живёт. Вот, ну, я в год два-три раза обязательно туда, летом обязательно на Синокос, и зимой, или командировка, или на Новый год обязательно я туда еду. И я впитываю всю энергию от Родины. Я всегда так говорю. Если я уже год, по-моему, такого не было, что я в год только один раз ездила. Обязательно два-три раза какими-то предлогами я обязательно посещаю свою Родину. Ну, и сородичей. Любовь Алексеевна, так получилось, что маленькая девочка, девушка после школы поступила в университет на хореографа. Танис, тогда уже вас завлекал танис? Ну, наверное, вот я про родителей немножко расскажу. Ага, хорошо. Родители мои всё-таки были очень близкие люди к культуре, хотя отец был учителем много лет, работал в таких, ну, председателем сельского совета, ну, таких руководящих. А мать, у нас было шестеро детей, сейчас нас пятеро. Вот, и мать, конечно, ну, в детском саду такие работы, и всё время уделяла на детей много внимания. И я вот помню даже, когда мы маленькие были, они съездили на курорт, и оттуда тащили баян. Не что-то другое, да, вот одежду, это, они оттуда с собой такой тяжёлый баян. И вот мы на одной руке, вот только на правой руке бас не сумели, и вот мелодию просто подбирали, ну, это называется на вслух, да, вот, и пели. И наши родители очень были активными, ну, активными участниками в клубе, они в спектаклях играли. И в детстве мы это, ну, знаем, что это спектакль, да, а всё равно, когда они, типа, ля кес играли, да, маму там, мама, вот, мальчика играла, бросали. Мы плакали натурально. И вот мы с детства впитывали вот это всё. Но когда уже, когда школу заканчивала, у меня были более другие намерения. Почему-то я в детстве играла всё время, хотела встать врачом, рано утром вставала и, типа, спичками пичкала, вот, как уколы, да, вот, ходила всё, и лечила, уколы давала, и что-то врачеванием занималась. И всегда говорили, наверное, будет врачом. И это у меня что-то здесь осталось, и старшая сестра особенно так хотела, чтобы я стала врачом. Играла ещё с детства, вот, папа наш играл в шахматы. К нему приходили шахматисты, и он много ездил на соревнования, и мы все, семья все играли в шахматы. И тоже со школьных лет я приезжала вот в город Якутск на соревнования. И там главный судья был Мартынов, который он в то время работал директором медучилища. И он говорит, вот, в школу будете заканчивать, куда пойдёте, вот, приходите в мед... всё время медколледж, говорю, медучилище, и мы вас примем. И у меня как будто бы уже направление есть в медучилище поступать. Но после школы тогда было обязательно два года работать в колхозе, в совхозе. Без этого путёвку никуда не дают. И я решила, конечно, отработать два года в совхозе. Но там совсем несколько месяцев, наверное, проработала. И одна выпускница, которая закончила культпросветучилище, она вышла замуж, моя родственница. И сказали, прямо пригласили в сельсовет и сказали, вот, вы поёте, танцуете, вы можете завклубом работать. Вот так, в 1973 году, уже с октября месяца, я начала работать заведующим клубом. И заведующий клубом. И вот по сей день эта культура уже, ну, моя уже профессия. Вот, но я очень благодарна. Я даже не помню, кто в то время, кто был председателем, но в контору пригласили. Ну, наверное, вот это было уже, направление было, наверное. Тогда уже увидели и заметили в вас талант руководителя и культурного работника, да? Ну, не знаю, я, оказывается, была очень смелой, да, согласилась. И так толком-то не знала, что должен, чем заниматься должен. И подряд, чтобы... Но я очень хорошо понимала, что надо организовать досуг населению. Вот это я хорошо понимала. Спасибо, Любовь Алексеевна. Мы работаем в прямом эфире, у нас есть звонок. Алло. Алло, мы работаем в прямом эфире. Алло, алло, вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Ага, здравствуйте. Любовь Алексеевна, это Оленевский, Венкийский, национальный район. Марина Христофоровна. Марина Христофоровна, доброе утро. Я не слышу. Доброе утро. Нет, да? Я поздравляю вас с профессиональным праздником. Мария Христофоровна, Соленька вас поздравляет. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. Вы те люди, которые всю красоту культуры нашего народа показываете всем. Я желаю вам прежде всего здоровья, благополучия в семье, успехов, успехов и еще раз успехов. Очень люблю вас и уважаю. И от имени всех Оленевских и Венков поздравляю еще раз с профессиональным праздником. Спасибо, Мария Христофоровна, как приятно. Мы ездили в Норвегию вместе, и я помню, вообще такая поездка шикарная была. Спасибо большое, Мария Христофоровна. Можно в связи с таким днем поздравить всех своих коллег с Днем танца? Обязательно. Наша профессия действительно такая, вроде бы мы все время танцуем, порхаем, но это очень трудная профессия. Все время держать планку – это очень трудно. И поэтому в этот день я желаю всем своим коллегам, всем хореографам не унывать, всегда держать себя в тонусе. Мы всегда эталон для своих воспитанников. И, конечно, здоровья в это время наши трудные. И дальнейших еще творческих успехов больших. Да, спасибо большое, Марина Христофоровна. Очень приятно было услышать Ваш голос из далекого оленька. У нас еще звонок. Алло. Сорвался. Любовь Алексеевна, так началась Ваша творческая деятельность, ведущая клубом. И продолжается по сей день. Давайте, раз мы уже в истории, окунемся еще чуть попозже. В начале 90-х, конец 80-х. Это был, по-моему, 90-й год. Учредительный съезд коренных малочисленных народов севера Якутии. Я тогда только поступила в университет, только училась. И нас студентов пригласили на этот съезд. И я всей душой, сердцем, всеми глазами, ушами впитывала, и слушала, и смотрела. И тогда я впервые Вас тогда увидела, как Вы стали. Это был дом правительства номер один. Вы стали молодая, такая красивая. И сказали очень эмоционально, очень грамотно, что нашим народам в первую очередь нужен свой ансамбль. Профессиональный ансамбль, где будут танцевать, показывать культуру народов, всех народов севера. Этот момент я очень хорошо помню, как сегодня, хотя прошло уже 30 лет. И больше 30 лет. И сегодня, буквально через несколько лет, Гулун заявил о себе в полный голос, в полную ногу, как говорят хореографы. И на сегодняшний день он является визитной карточкой нашей республики, народный ансамбль Гулун. Я бы хотела, чтобы Вы рассказали о первых шагах становления ансамбля, о первом составе, кто такие. Как вот это всё начиналось, это движение? Ага, ну, наверное, я ещё вот после окончания института, да, по направлению, меня направили преподавателем кульпросветучилища. Но так как там места в общежитии даже не было, поэтому я хотела уже на север поехать. И в это время меня тут перехватили, и я согласилась работать тогда, тогда очень известный ансамбль Сарел, народный ансамбль Сарел. Но он даже якутским национальным тогда назывался. Вот, и, конечно, я человек, оказывается, вот сейчас думаю, да, очень смелый и максималист. То есть сейчас бы выпускник, какой-то выпускник согласился бы работать на таком знаменитом ансамбле, да, я подумала бы, наверное, нет, ни за что. И я согласилась, мне Сарел очень многое дал. И я благодарна тоже судьбе, что я проработала пять лет в ансамбле, даже шесть лет в ансамбле Сарел. Вот, и тогда вот Надежда Семеновна пригласила меня, это уже, получается, ближе к 90-е годы, в 87-м году. И после окончания института как-то в Москве на семинар ездила, и там столкнулась Александром Гиль, это руководитель ансамбля «Менго». И он пригласил меня в качестве танцора и балетмейстера в «Менго». Я всегда очень с восторгом, тогда они, наверное, и сейчас «Менго» очень такой знаменитый, везде пропагандируют, да. А потом, позже, когда я уже ездила... Спасибо, Любовь Алексеевна. Мы вынуждены прерваться на небольшую рекламу, продолжим после неё. Добрый день, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире. Можете звонить нам по номерам телефонов 32 00 66, 32 11 66. И сегодня день танца. И с нами в студии Любовь Алексеевна Никитина, художественный руководитель народного ансамбля танца «Гулун». Любовь Алексеевна, ещё раз добрый день. Здравствуйте. Наш режиссёр говорит, что телефон разрывается, все хотят до нас дозвониться. Будем принимать звонки в течение нашего эфира по номерам 32 00 66, 32 11 66. Любовь Алексеевна, ещё раз поздравляю вас с замечательным днём танца. В первом блоке мы остановились на таком интересном моменте, когда руководитель Менга приглашал вас себе балетмейстером, руководителем. Вот артистам Менга, как дальше события развивались? Я отказывалась, потому что что-то меня всё время приостановило. И у меня уже не молодая была, я института закончила 28 лет. И поэтому и работала в Сарыли. И поэтому я отказывалась, но всё время у меня мысль приходила, почему у нас в республике столько народов проживает малочисленных, и у нас нет своего ансамбля. Ну и вначале я вообще поддержки не искала от государства, хотя бы коллектив. Любовь Алексеевна, звонок примем, да? Алло? Алло. Да-да, здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Говорите. Любовь Алексеевна, это Светлана Кобякова. Я в студентстве занималась у вас в ансамбле Сарел. Недолго, но очень эффективно, и хочу поблагодарить вас за то, что вы очень хорошо нас тогда гоняли. Иногда заставляя даже делать, не могу. И я считаю, что мои достижения в спорте случились в том числе благодаря вашим урокам экзерсиса. Ой, спасибо, Света. От всей души поздравляю вас с Международным Днем Танца. Желаю вам здоровья, счастья, вдохновения, сценических триумфов. И крепко-крепко вас обнимаю. Спасибо, спасибо. Свету, наверное, очень многие знают. Она очень знаменитый тренер, и сама тоже занимала токвандэ. Ага, дальше на звонок. Алло. 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 Да-да, здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите. Алло. Алло, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте, ага. Алло, здравствуйте. Угу, откуда вы? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло, дураба. Дураба. Дюба. А? Бурунук-то шелдер, кей-дебет. Эй, джим, пень-ня, а-тейльдер. Ага. Махтааа. Махтааа. Түрестабит кулун ансамбулын 30 сыллах-юбилейнен ити-итегистын нека гад-даливит. Кенюлен дептиксиналан нарасия культурасы нитюляк-юляк-юляхи таат ингер-элдивиттэн махааауэрэрэбит. Уонна кьен туттавык. Махтааа, лэджим, архсанды. Спасибо. Спасибо. Ага, а. Гэргэтрээвэть. Ага. Еще звонок. Алло? Алло. Алло? Да, да, здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. 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 Это из города Верхоянска, поле Сокола. родного города Любовь Алексеевна. Из Верхоянска. Кто из Верхоянска? Любовь Алексеевна, мы от всей души от имени Верхоянцев поздравляем с высокой наградой и с днем танца. Мы гордимся, любим вас и очень ждем свой родной город. Приезжайте. Спасибо. Мы всегда следим за вашими успехами и от души благодарим вас от имени Верхоянцев. Любовь Алексеевна, всего вам доброго. Спасибо вам большое. Вам спасибо большое. Очень приятно. Еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, в эфире. Ага. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела поздравить нашу коллегу. Коллегу, который мы проработали много лет. Любовь Алексеевну с высоким званием заслуженной работник культуры Российской Федерации. Мы очень гордимся. Я хочу сказать, что Любовь Алексеевна многогранная, целеустремленная личность. Она внесла вклад не только в танцевальном искусстве, но и в развитии культур северных народов. Из маленького ансамбля, мы сегодня имеем большой государственный театр малочисленных народов. И это благодаря неустойчивой деятельности, ее напористости, ее такой большой трудоспособности и целеустремленности. Поздравляем тебя, Любочка. Надежда Семеновна, большое спасибо. Это мой бывший начальник, ее голос. У меня хоть ночью я просыпаюсь, ее голос стоит у меня в ушах. Спасибо. Еще один звонок, да? Еще один звонок. Алло. Да-да. Да-да. Алло. Алло, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да-да. Здравствуйте. Вы в эфире, слушаем вас. Алло. А я конвертер гоню. Да-да. Ага. Алло, говорите. Мария Несимовна. Махтал, Мария Несимовна. Мария Несимовна. Махтал, Мария Махтал. Ну, связь с Котвара, ведь тебя черта. С таких далеких районов поздравления поступает. Режиссер мне говорит, что звонки беспрерывные идут, но так как мы готовились к передаче, я строила сценарий передачи, разговора, поэтому немножко хотя бы поговорим. Вначале мы начали говорить о первых шагах нашего Гулуна. название Гулун севенского переводится как костер, костер, который зажгла любовь. И как вот название к вам пришло, понимание того, что нам необходим такой ансамбль у вас уже появилось тогда в конце 80-х годов. И дальше какие вот шаги вы сделали? Ну вот только что поздравила Надежда Семёновна Толборова. Она меня пригласила в единый научно-методический центр и народного творчества Министерства культуры в 87-м году. И просто научным сотрудником по хореографии. А потом всё равно вот это не только вот как методист и как научный работник, работать как-то уже без хореографии, без творческой работы уже это. И в конце, в начале 90-х годов, когда ещё на Рожакова 6 мы работали, я начала собирать коллектив. А вот в лихие 90-е, когда уже Советский Союз распался, мы переехали уже на Кирова 33, и там открыли отдел народов Севера. И сказали, вот ты, северянка, должна возглавить этим сектором. И тоже мы очень много семинаров проводили, научно-практические конференции, много ездили по УЛУСам. Тогда ещё проводили, вот Надежда Семёновна, наш лидер под её руководством, мы ездили, проводили праздники в Момском УЛУСе, праздник народов в Северовчерском, в Тополином. Очень много вот в то время, не знаю, про деньгах я не думала, но Надежда Семёновна находила где-то деньги, и мы ездили и проводили такие большие праздники. И потом, когда проводишь у себя творческие лаборатории, как-то без практического показа трудно. И поэтому создала, пригласила я девушек, студентов, только из числа малочисленных народов севера. Мне очень часто сейчас задают вопросы, почему сейчас у вас там только 50 на 50, почему. Но тогда ещё эта практика показала, что это очень трудно. Даже язык танца это движение. Поэтому двигаться это может любой народ. Тут по национальности нельзя набирать. Но тем не менее первая установка была только из числа малочисленных народов севера. Я сегодня перечислю этих девушек, потому что они самые-самые первые. Это Марьяна Слепцова из Момского Улуса, Агаша Ушницкая из Белой горы, из Белой горы ещё Надя Туласынова и Наталья Сафонова, Настенька Исакова, Настя Куличкина, которая уже имеет свой хороший коллектив. Она ещё со школьных лет пришла к нам танцевать. Но я могу называть многих других, которые первые первопроходцы ансамбля Гулун. И я очень-очень благодарна. И потом это просто изредка собирать как творческую лабораторию. Это было тоже как-то уже у меня уже это всё кипит и хочется больше поставить. И уже они же как пластилин, как хочешь делать их. Вот так можно и корпус поставить, и движение делать. Поэтому постепенно этот коллектив перерос в танцевальный коллектив. И в 1991 году уже у нас коллектив более такой. И всё время ансамбль народов Севера и как-то к нам приходит книгу издавал Алексеев Анатолий Афанасьевич. И я его прямо с коридора зову в библиотеку, тогда ещё библиотека была, и говорю это как-то надо называть коллектив. У меня вот такой коллектив. И он вообще долго не раздумывая говорит Гулун. А я говорю Гулун не очень-то звучит. Многие много лет говорили Булун. Вы сами из Булунского, да, у меня предка Булунского луса, Булун. А кто-то даже смеётся Кулун, Кулуннар Келеллер, Кулуннар. И как-то это как звучит. А потом говорят это очень такое для северян самое такое сокровенное самое такое это и очаг, и это очаг жизнь, да. И поэтому действительно думаю Гулун. И у хореографов Гулун, наверное, ещё очень ассоциируется гусульский танец, как-то вот так, да, что-то совсем по-другому. Но сейчас, я думаю, в течение 30 лет уже люди привыкли, теперь никто уже не ошибается. Гулун наш развивается, работает, и уже 30 лет в этом году нашему народному аксамблю танца Гулун. Спасибо, Любовь Алексеевна, мы уходим на небольшую рекламу, на небольшой перерыв, встретимся после неё. Доброе утро, уважаемые радиослушатели и телезрители, в эфире программа «Геван». Мы работаем в прямом эфире, можете позвонить нам и пообщаться по номерам телефонов 32 00 66 32 11 66. И я от всей души поздравляю всех хореографов, артистов, танцоров, людей, которые любят танец с международным днём танца. И у нас в студии заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель народного ансамбля танца Гулун Любовь Алексеевна Никитина. Любовь Алексеевна, ещё раз здравствуйте, ещё раз от всей души поздравляю с днём танца, с вашим профессиональным днём. Любовь Алексеевна, 30 лет Гулуну, 30 лет самому красивому ансамблю, нашему самому любимому. Сколько же артистов, сколько ребят, девушек прошли за эти 30 лет через школу Гулуна? Ну, у нас всегда журнал был, да, но когда мы начали, уже хотим ещё музей создавать, да, и начали список делать, мы очень многих пропустили, вот, буклетах этих, я прошу прощения, те, которые, наверное, обижаются, что они не попали в этот список. И я в связи опять с эфиром хочу воспользоваться. пожалуйста, те, кто даже, ну, не менее год ходили, пишите свои данные, в каком году ходили, потому что у нас уже в этом году не успеваем, осенью откроется музей, но музей посвящённый театру, но театр-то создан благодаря, на творческой базе Гулуна, поэтому мы с тех времён берём. И будет у нас, у нас есть мечта, даже будет электронная, вот это, когда нажимаешь, в каком году кто такие ходили, фотографии будут, видео будут, и поэтому мы, я приглашаю и отправляйте свои данные к нам. Да, обязательно надо воспользоваться всем ребятам, которые ходили танцевать в Гулун, не менее одного года. Попасть в историю. Да. Великолепный архив нашего народного ансамбля. У нас телефон, алло, здравствуйте. Можно вопрос задать? Да, конечно. Говорите. до 25-го года мы существовали. Спасибо большое. Но мы и сегодня существуем, допустим, вот сегодня в студии сидят две представительницы эвенского народа, тунгусского народа, Любовь Алексеевна Никитина и я. Так что думаю, что эвенов, эвенков, тунгусов будет много еще. Они есть, мы есть, живем, работаем, говорим на своем языке, танцуем, культуру несем в массу. Спасибо большое. Любовь Алексеевна, архив, мы говорили про архив ансамбля Гулун, он очень большой, великолепный. Наверное, за этот период, за 30 лет было столько выступлений на всяких разных площадках. Какое особенно вам запомнилось? Может быть, это первый выезд ваш какой-то был, или это особенный какой-то момент из истории ансамбля? Ну, у нас всегда очень ответственно перед публикой, перед нашими зрителями, и всегда очень приятно получать аплодисменты. Более, я не знаю, больше большой награды, чем аплодисменты своих зрителей нет. Но очень всегда бывает ответственно, когда представляешь республику. Вот много мы представляли, особенно проходили дни республики в Южной Корее, дни экспо в Японии, в Москве, Питере несколько раз. Вот такие выступления очень ответственные. И потом, конечно, мы очень волнительно и очень долго помним гастроли по республике в Северные Лусы. Это как-то тоже всегда впитываешь такую энергию. Очень открытые люди, всегда очень добродушно как-то ну вот в своей тарелке чувствуешь. Вот это самые-самые запоминающиеся выступления перед своими сородичами. С первого момента, когда на сцене появляется Гулун, артист, музыка, сразу ощущение, что вот мурашки, не только у меня, наверное, у всех зрителей мурашки по спине бегут. И вот такой вот древний-древний зов крови, наверное, вот хочется встать и тоже начать. Уже все суставы начинают шевелиться, все вот играет внутри. Энергетика. Как ребята ее добиваются, как они вот вживаются в образ, потому что танцуют танцы разных народов. Естественно, у каждого своя пластика, свой рисунок танца, свое мировосприятие, своя подача интересная, свои эмоции. Насколько вот ребята входят в образ быстро? Я немножко предисловий скажу. Вот вы северянка, поэтому, конечно, вы будете чувствовать это, но когда мы за пределы даже России, да, вот выступаем, они говорят, вообще без комментариев ваши танцы понятные, и хочется встать, да и с вами танцевать. И как вы так передаете всю красоту вашей природы, все вот имитирующие танцы птиц, животных, вообще вот и какие они темпераментные, внутренне темпераментные. И всегда сравнивают, почему так, вот мы африканские танцы смотрим темпераментные, люди, которые в самой жаркой стране живут, и вы оттуда где-то так холодные, и такие темпераментные. Мы всегда раньше сравнивали вот кавказскими, да, кавказский темперамент, а когда вот за рубежом бываешь, оказывается, иностранцы сравнивают с африканцами. Вот такие у вас внутренние, не столько вот так, а внутренне темпераментные танцы. И сами же заключение делают. Наверное, те люди, которые в самой холодной стране живут, и в самых таких жарких, наверное, темперамент у них одинаковый. Ну вот, а так танцы, которые именно северяне приходят к нам, да, у них уже здесь может генная память, может это, я не знаю, у них внутри. Их надо только раскрыть, они раскрываются. А те люди, которые к нам приходят, вот вилюйская группа лусов, да, начиная Вилюйск, Верхний Вилюйск, Нюрба, Сунтар, ну не зря же говорят, там вот сейчас только задали вопрос тунгусы, тунгусы, да, это же тоже места, где жили тунгусы, вот они у них в крови есть. И они через некоторое время ничуть не хуже, ну владеют всеми нашими навыками, всеми нашими этими, ну внутренне они понимают северные танцы, у них в крови есть. Любовь Алексеевна, 30 лет прошло, вы счастливы? Счастливы, конечно, и счастливы вообще, как сказать, это понятие, наверное, не знаю, кто-то, все по-разному понимают, да, но я бы, наверное, скажут, ну, еще в другой жизни, как бы, начала жить и работать и творить, да, я бы, наверное, повторила бы свою жизнь, а это, наверное, и есть счастье. И только вам известно, сколько слез, сколько переживаний, сколько расстройств, и сколько силы вам понадобилось, чтобы поднять на этот высокий уровень культуру народов, малочисленных, коренных малочисленных народов Севера. Спасибо вам большое, я очень счастлива, что вы не ушли работать в Мэнго в свое время. Спасибо, спасибо. Любовь Алексеевна, А завтра у нас в Доме Дружбы Народов будет большой, великолепный концерт, посвященный 30-летию Голу. Будут ли там из раннего поколения артисты, как будет проходить концерт. Это не анонс, потому что билетов на концерт уже нету давно, поэтому мы можем просто рассказать о том, каким он будет, этот концерт. И, видимо, мы его увидим на экранах нашего телевидения. Да, с одной стороны, очень приятно, что у нас еще афиша не вышла, но билеты закончились. А с другой стороны, очень много звонят, и мы не можем, вот в связи с с пандемией 50% продажи этих мест, поэтому ограничения. Но у нас формат нынче немножко другой, поэтому мы всегда, у нас одинаковый формат был, по поколению танцевали, мы всегда это, но в этот раз они как приглашенные гости будут сидеть, но они на цену все равно выйдут, они тоже немножко обижаются, они все в форме, они, может быть, даже лучше нынешнего состава будут танцевать, но мы изначально вот так вот этот сценарий вот так сделали, и мы не меняем, но у нас не последний, но юбилей, конечно, через 5, через 10 лет, это много времени, но у нас не последний концерт, я всем говорю, если мы по просьбам зрителей всегда или повторяем, или у нас очень обширная программа, может, другую программу, покажем, и они с нами будут танцевать обязательно. Хорошо, ага, Любовь Алексеевна, очень большая ваша дисциплинированность, преданность делу, пунктуальность, ответственность, вот это все передается коллективу, я прямо чувствую, что дети ваши, вы все равно их называете своими детьми, они отражение вашей личности, вашего труда, вашего кропотливого труда. Спасибо вам огромное, еще раз с днем танца, развивайтесь, работайте, радуйте нас, мы вас все очень любим. Уважаемые телезрители, родные слушатели, мы с вами прощаемся, в эфире была программа Геван.